И мне задали вопрос вчера, естественно. Алексей, почему бы ты не смог преподавать? Я говорю, пункт номер один преподавать я не буду, потому что я не являюсь педагогом по сути событий, хотя, в принципе, педагогическое образование также получил. Но в большей степени я получил другое образование. Сейчас я немножко уменьшу звук, блядь, потому что это начинает меня напрягать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Нет, это может быть хорошо. А вот это мы уменьшим. Но мы слушаем себя раз, два, три, чтобы я себя слышал. Раз, 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 два, три. Сейчас я немножко объясню. Мне задали вчера вопрос. Алексей, а что ж такой умный? Я говорю, ну пункт номер один. Я далеко не самый умный пункт номер два. Почему мне это дело приходится людям объяснять, доезжать? По одной простой причине. Я общаюсь с людьми, но не каждый понимает, что главное все-таки это телевидение. А не то, что вы сейчас видите. В данном случае вы видите спокойный сюжет на ютюбе. Это типа блогерство, но это не блогерство как таковое. Это просто я кое-что немножко из своего опыта до вас догоняю. А те мне говорят, а почему? То есть ты вроде умный. Я говорю, какой я умный? Я просто вам тупо рылом объясняю, что гораздо проще, когда вы работаете на телевидении. Самый простой вариант – работа на телевидении. И самый выгодный вариант – работа на телевидении. Но надо говорить о том, кому вы деньги платите. Если вы платите одному человеку, который вам все это дело покажет, это хорошо. А когда вы платите на контору, и получается, что пришел к вам человек, который получает свою зарплату и сделал вам обыкновенный материал, пришел другой человек, который получает свою зарплату и сделал обыкновенный материал, пришел третий человек, который получает свою зарплату и сделал обыкновенный материал, и пришел другой человек, который ведет инженера, и тоже получает свою зарплату и сделал обыкновенный материал. Ему не нужно никуда торопиться, потому что он денег за это дело не получает, или вы платите на одному человеку, и он за это дело отвечает. Отдельная тема, да ведь? Ну вот, это из той поры, что кому необходимо платить деньги. Платить лучше тем, кто этим делом занимается. Ну а я все вместе собрал воедино и поэтому каким-то образом я еще живу. Вопрос номер другой, естественно. Почему телевидение рулит? Устал уже объяснять для самых неодаренных. То есть есть 5 контор, может быть 6, а может, а Морез гораздо больше этих контор, но самый топ это тот, кто продает Макдональдс, тот, кто продает гамбургеры, тот, кто продает из той же оперы, называется Биг Маки, такие большие, здоровые. Ну посмотрите, есть в интернете, есть в эфире, естественно. Там еще есть такие товарищи, которые продают Кока-Колу под названием Pepsi-Cola, еще и те, кто продает Кока-Колу, а есть еще люди, которые продают Budweiser, но этого у нас нет, к сожалению, а зря. Они все работают на телевидении. Другой вариант, что тамошнее телевидение немножко по-другому выполнено. То есть там этих телевидений, как у дурака Махорки, и в принципе, этих телевидений, как у дурака Махорки, естественно, в Европе. То есть там Hotbird и к вам с неба привалилось, грубо говоря, там полторы тысячи телевизионных каналов. То есть там спокойненько люди дают возможность показать товар лицом. А товар лицом показывается при наличии хорошего качественного времени, которого там реально очень много. И поэтому самые качественные сюжеты, вы можете посмотреть, они, конечно, очень красивые. Я, в принципе, стараюсь все свои рекламные сюжеты делать по тому же принципу. Другой вариант, у меня есть передача, и я могу все это дело немножко растянуть. Ну так, чтобы не 3 секунды было, а, допустим, 7 минут, не торопясь вместе с вами все это дело определяться и думать, и работать. По-другому не получается. И самое забавное, что мои передачи начали дублироваться. Это достаточно давно началось. Грубо говоря, 22 года назад, а, кстати, достаточно скоро, это будет с 1 октября 2023 года пойдет 23-й год программе «Автостоп». До этого ничего здесь не было, вообще ничего, ничего здесь не было. И только после того, как Дядя Леша решил вернуть то, к чему он всю жизнь стремился, Дядя Леша всегда стремился в пункт номер 1 – летать, пункт номер 2 – он очень сильно любил автомобили, пункт номер 3 – вы хоть одного человека найдите, у которого программа, хотя бы одна программа была четко на протяжении 23 года. Ну, если вы найдете, тогда я скажу, а если вы таких не найдете? Если вы таких не найдете в природе своей, чтобы одна программа столько времени существовала, я вам гарантирую, что вы это не найдете. Хорошая тема. Одна из интереснейших тем. Другая тема была «Дом Мелый дом», который в этом году тоже пойдет скоро 18-й годик, да. То есть, 15 лет и 20 лет мы уже прошли. То есть, в принципе, это те же самые передачи, то есть, автостоп был сдернан, стоп гиро, естественно, баш на баш. То есть, я ничего не буду говорить, что я был крутизной, нет, ничего подобного. Вот. «Дом Мелый дом» – это вообще хорошая тема. И после этого, как все закрутилось, как все завершитилось. И в итоге, что оказалось? То есть, вы платите деньги на контору, никто не получает своих экстра кэш и все это дело заваливается. Ну, через некоторое время заваливаются все. Так оно случилось везде и все, да и программа осенизатора из той же «Опер», ну, акселератора, может быть, слышали? Это такая штука была. Вау! Крутизна, навороченность, ну, все это дело завалилось, естественно. Мы не завалимся, потому что у меня сейчас интересен больше ваш вариант. Теперь возникает другой вариант. Вот. То есть, вы понимаете, да, кому вы платите деньги? То есть, я за это дело отвечаю и работаю качественно. Почему мне нравится Россия, в смысле, мне нравится СССР? В свое-то время у нас не было ничего, да. И после того, как я в первый раз поехал в Америку, после того, как я в первый раз показал, что мы там умеем делать, а мы это умели делать, ну, потому что, как бы вам сказать то. Что, я не из той оперы дебилов, которых сейчас очень много, которые сейчас, типа, айтишники, мы кромы самые навороченные, говорят, самые навороченные айтишники – это для чего? То есть, самые навороченные айтишники вам не есть, не прикрытывают ничего. Это просто какие-то, ну, быдлопатии, которые занимаются программированием. И все. Они пойдут на войну? Нет. Они ничего делать не умеют, по сути, события. А мы-то научились в свое время, ой, когда не было практически ничего, то бишь, как бы мне объяснить, я уже своему сыну говорю – сын, ты хоть послушай папу своего, потому что папа свой делится своими тараканами и косяками, и теми вещами, которые он не может сделать, потому что не получилось, не получилось, поверьте мне. Но я для него стараюсь, я это все дело ему объясняю, получится или не получится – Господь Бог расскажет, о чем идет речь. Ну, но, тем не менее, мы продолжаем верить в Бога нашего, естественно, без Него бы все, приехали бы, компотик бы уже попили бы, и если бы не Господь Бог, я бы столько бы дело не протянул, и мне опять же сказали. Почему? Потому что я так же людям объясняю, что даже больные раком мозга, глиобластомой, у которого время, протяжительность жизни до сих пор везде и всюду пишут, что год и три месяца, они могут жить. Мы, глядя мои сюжеты, благодаря Господу Богу. Теперь почему, когда я был в Америке, мне сказали, Леха, приезжай срочно, мы тебя оставим, но я дебилом оказался. Потому что у меня здесь оказалась любовь-морковь, которая на протяжении некоторого времени была любовь-морковь, а после этого любовь-морковь сказала, что никакого секса нету. Я говорю, это же как бы не есть правило, но в итоге мы и расстались. То есть вы не думаете, что я дебил, нет, я абсолютно нормальный человек, я абсолютно нормальный. Хотя у меня были и геи, естественно, но я все-таки сторонник стандартного секса, когда мужчина занимается этим женщиной. Другими вещами это как бы не для меня и никаким образом мне это делать-то и не нужно. Но у нас народ начинает немножко тупить. Ну, тупите, это не мои проблемы, то есть мы немножко расстались и все. Это уже из разряда того, чем я по сути занимаюсь. То есть я стандартный, нормальный, абсолютно нормальный человек. И почему мы, когда пришли туда, меня также вызвали и они говорят, Алексей, ты съездил на газонокосилке, выкосил все. Ты взял, а там столько крыльев было, мама не говорю. Мы до сих пор, мы вообще даже рядышком не стоим с той Америкой, которая была в 97-м году. Мы рядышком с ними не стоим. Ну, не стоим. Не стоим и все. То есть у нас состояние дворья везде и всюду, и поэтому из нас с вами сделали злобное быдло. Поздравляю. Господа мои, злобное быдло – это вы. Ну, и я в том числе. Хотя я не стараюсь быть злобным быдлом, поэтому вам все потихонечку это дело и объясняю. Что же касаемо не злобности быдлости. То бишь, давайте все-таки определимся. О, сейчас будет темно, весьма интересная. Да, тема рекламы по телевидению. Я не противник этой темы рекламы по телевидению. Но когда вам начинают все это дело втирать, и вы это дело все покупаете, я задаю интересный вопрос к первоисточнику. Первый источник, естественно, не российский. Первый источник – это у нас… Первый источник? Ну, практически не российский, да. Да, первоисточник от города Магнитогорска, ну, напрямую будем считать, ну, 2000 километров. Мало того, часть нашей территории Российской Федерации имеет прямую границу с этим государством. И в этом государстве, скажем так, ну, так скажем, населения вообще никакое. Ну, практически, грубо говоря, они собирают примерно 30% населения земли. Что это за территория? Это территория Китая. Так вот все, что у нас есть, вот все, что тут вот есть, все сделано в Китае. Ну, красивое государство, вот такое. Мы могли бы быть, как Китай. Но, к сожалению, Андропов проработал всего год. Но, если бы он бы хотя бы 10 лет проработал, о-о-о, сейчас бы еще и Китай покурил бы. То есть, мы тырили все подряд и делалось все абсолютно нормально и ровно. И мы могли бы, да, отдать. Но тут мы выбрали у нас один товарищ, сказал, что он разберется с Америкой. Ну, просрал все. Всю страну просрал. Другой пропил ее. То есть, два были у нас таких, два тупорылых президента. По-другому я ничего не буду говорить. Это были явно два тупорылых президента. Один просрал страну, другой пропил ее. Ну, красиво, да. То есть, один просрал Советский Союз, целиком весь Советский Союз, а другой, ну, практически пропил Россию. Ну, да ладно. Тут отдельная тема. Ну, так вот. Вот, чтобы было легко и понятно, и даже сейчас я ничего не буду говорить, просто я внезапно, вот у меня оказалась такая штука, почему я еще раз говорю, потому что первоначальный мой уровень образования это все-таки горный институт, и был такой стрёмный, далеко не стрёмный, мягко говоря, совсем не стрёмный факультет энергетический. Это был максимальный топ. После бухгалтерского учета дальше шел промоэлектроника. «Ну, я не туда полез, потому что не получилось, я в теплофизику». «Ой, там мне хорошо дали». И поверьте мне, единственная контора, единственная единственная группа, которая, единственная группа, которая по физхимии получила автомат, единственная группа, которая по физхимии получила автомат, это была наша группа. ЭФ-92, не помню как, два или один уже забыл. Да, нам там давали. Это была крутизна. Мы серьезно пахали, серьезно пахали и даже при той серьезной пахоте я умудрился вместе с нашими специалистами, со своими любимыми специалистами. Хотя, с другой стороны, мне все люди нравятся. Поверьте мне, года 90-е это были не года плохие, поверьте мне. Это были года, когда люди отвечали за базар. Сказал и сделал. Сегодня вообще никто ни за что не отвечает. Бросьте вы мне. Посмотрите внимательно, что творится. То. Вот. Естественно, я собирал компьютеры. Ну, не был самым крутым, но Т-образные фильтра я сам ставил. Целиком. Травил платы, паял. Было дело. Было дело. То есть, я кое-что помню, да? Кое-что помню. Естественно, у меня есть и паяльники, и дрели, и все остальное. Я потихонечку это делаю. Я делаю это потому, что я это умею делать. Я не самый крутой. Далеко не самый крутой, но не самый тупой, если честно. Естественно, что произошло? То бишь, мне необходимо было просто тупо взять и поменять вот этот электровентилятор. Но у нас нет таких электровентиляторов. То есть, пришлось все это дело покупать с кучей вот этой чеботухи. То есть, для чего у меня эта чеботуха? Вон у меня, знаете, сколько вот этих хрений. Потому что, чем Китай интересен? Тем, что там отдельные вентиляторы продаются. То есть, просто заказал и приехали. Ну, что ты, где его еще найти-то? Ну, тем не менее, я уже потом неторопливо, вообще не спеша. То есть, на всякий случай, у меня будет второй вентилятор этого компьютера, естественно. То есть, тот навернется, этот поставлю. Следующий, я тут уже знаю, как делать. То есть, аккуратненько, неторопливо. Сделал дырочки хорошенькие. Ладно, хоть у меня есть ВД-40. Аккуратненько сделал, прокапал. И теперь этот вентилятор хорошо работает, и все в порядке. О, отдельная тема. То есть, почему этого нет у нас, ну, не понимаю. Другой вопрос. Вот, сейчас я вам расскажу. Тема другая, интересная. Особенно по телевидению и все остальное. То есть, вам рассказывают, что существуют очень хорошие желтые очки. Желтые очки. Ну, это не те желтые очки. Это мне мой друг мой. В смысле, мой брат из Екатеринбурга привез. То есть, это очень хорошие желтые очки. Но в этих желтых очках не надо ездить днем. Потому что цветовой баланс меняется, и вы просто сожгете себе глаза. Не надо этого делать. Лучше днем взять себе спокойные, нормальные, темные очки. А уже, когда наступают, ну, сумерки, вот эти желтые очки. И, в принципе, желтые очки чем хороши? Желтые очки меняют цвет фар. То есть, на вас светят фары. Если вы уберете, вас они будут слепить. А здесь у них цветовая температура идет в более теплую фазу. Понимаете? То есть, на вас светят, допустим, грубо говоря, 7 кельвинов. А не знаете, что такое кельвины? Я вам немножко потом расскажу. А надо бы, чтобы эти кельвины перешли в разряд, допустим, ну, 4,5. То есть, они стали более теплее. И тогда глаза ваши не будут так слепиться. Надели очки. И все это перешло освещение, которое смотрит на вас, то есть, вас слепит, оно перешло в другое. То есть, более теплое. И поэтому вашим глазам это гораздо удобнее, поверьте мне. И поэтому я даже зная о том, что в этот момент, ну, примерно в этом возрасте, уже начиная проблемки со зрением, я все закрыл. Потому что мне нравится, когда темнота. Темнота, это очень хорошо для зрения. Во-первых, это хорошо, потому что, боже, мы же интересен такой парня, как я, красивенький такой. Ну, это ладно, эта тема другая. К сожалению, эта тема не российских городов. Потому что наши российские женщины, у них что-то с головой повернулось, по сути своей, и они говорят, дайте нам бабки. Мы такие красивые. Ну, вы, может быть, такие красивые, но не настолько красивые, что за вас просто выйдя положить, давайте вам денежки по самые кривые помидоры. Только потому, что вы должны с нами жить? Нет, ребят, хорэ. Да про это все пишут. Пикабу посмотрите. Вот. Естественный вариант. То есть, сейчас с ценой я кошу расскажу. Кошу. Кошу расскажу. Так. Для мелочей обыкновенных. Я приехал куда-куда? Я приехал в Таиланд. Вот. Потому что первоначально лекарства, которые я реально получил, и они мне реально помогают, это, естественно, укусы пчел. Этим я делом постоянно занимаюсь. Но укусы пчел тоже не идеал, естественно. Это хорошо, реально. Но без видотокса там тоже проблемки. То бишь, мне скоро надо будет обвернуться и на кубу, и в Китай. В Китай мы съездим, естественно, уже спокойненько по мостам. Это будет красиво и ровно. Таиланд это там не сильно далеко, если честно. Если мы заезжаем в Китай, то для нас открыто все по сути событий. То есть, мы можем спокойненько проехать через Вьетнам и через Камбоджу заехать в Таиланд. То есть, там все нормально. То есть, наконец-таки, мы все-таки пришли к выводу, что есть одна дивная страна. Я еще раз говорю, Америка это очень красивая страна. Настоящим американцам, во-первых, у них нет понятия такой штуки, как демократия. Там демократии нет. Так же, как нет демократии в Великобритании. Нет там демократии. Там президенты выбирают выборщики, а не стандартные граждане этой страны, понимаете. Там все немножко сложно. И когда я был в Таиланде, то бишь, сами американцы красивые, но правительство там полное говно. Ну, реально полное говно. Куда вы лезете? Вы там кто? Америка никогда ничего не выигрывала. Она не будет выигрывать. Она устраивает всякую чеботуху. И им-то там хорошо. Че же там два океана, блин, и к ним ничего не идти грянет. То есть они устроили здесь, вась, вась, вась. А для них-то как-то им вообще все хорошо. Че такое-то, что все хорошо там. Ядерное оружие есть, но ни одна страна не устроит ядерный клирис, понимаете. То есть им они здесь устроили говно, блин. Я имею в виду те товарищи, которые, ну, бараны, что я не могу сказать. Они зарабатывают свои бабки. Ну, я противник войны любой, естественно. Вот. И когда я был в Таиланде, то бишь, я реально посмотрел, сколько стоят эти наши дивные очки. О-о-о, вот про очки мы сейчас будем говорить. Да, и про рекламу, естественно. Про то, что нам говорится. То есть я посмотрел, что, в принципе, там очки все, нормальные очки стоят в пределах максимум, максимум, там, 200 рублей. Это я в рубли перевожу. В рубли. Алло, рубли. Рубли. Я вам перевожу любые очки для любого времени, года. Темные, шикарные, навороченные. Но они стоят 200 рублей. Они все стоят 200 рублей. 200 обыкновенных рублей. Зайдите в магазин и посмотрите, сколько все вот эти очки стоят. Вах, что такое, немного другие суммы. Я еще раз говорю, я посмотрел, все очки, все разные, там было много этих, 200 рублей. То есть на сколько вас имеют? А, нормально все так бизнесом? О-о-о. Почему мне всегда нравилось тот вариант, когда у нас не было той самой налоговой инспекции? То есть человек спокойненько крутил, все было нормально и ровно. Страна развивалась. Я спокойненько ходил в кабаки. Мы спокойненько пили. Там деньги были у всех нормальные и ровные. Да, и как бы, ну, все было ровно. Но что сейчас? Зайди в кабак и посмотрите. То есть я не понимаю и не вижу. То есть когда мне сейчас люди объясняют, я говорю, ребята, алло, вы там ничего не охренели. Верните, опустите цены. То есть я им объясняю, ребят, человек должен идти в кабак по одной простой причине. Он переплатит 25%, но он покушает там, это будет красиво и ровно, сумму не втираете, но вы что делаете? Это капец. Это реальный капец. То бишь, если американцы, они идут в кабак спокойненько, пьют там, ну, доллар-два, там, кружка пива стоит, там, может быть, пять максимум. Это уж топ, если честно. То естественно они откидывают. То есть как там живут и как у нас, это две разные вещи. И вот, чтобы до них дойти, это еще, наверное, нам еще надо очень сильно идти работать. И мы, наверное, до этого дела не дойдем. По крайней мере, что касается меня, то это однозначно. Ну вот, то бишь, я решил здешние купить очки, да, за той же самой ценой. Ну, даже дешевле, о, дешевле. Где я купил? Я купил на развале. Ну, у нас вот рядышком, я с вокзалом живу там, и они частенько продают эти очки. Да. Ну, лошара, ну, лох, я тебе могу сказать. Они были немножко потертые. Сейчас я покажу, что я сделал. Я, естественно, их почистил. Так, как это нужно было, почистил. То есть, первоначально снес все это дело достаточно наждачкой, хорошей корабльной, потом меньше, 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 меньше. То бишь, это уже, получается, было 800, потом 2000. Есть это все, это есть у меня, потому что я занимаюсь самолетами. Вы не понимаете? Ну, я вам объясняю. Я занимаюсь самолетами. А там наждачка, это милое дело. После всего этого дела я взял пасту Гоя, она, кстати, у меня есть, и затер все. Но, вы видите, что получилось? То бишь, это, в принципе, стандартные очки. Стекло. Но на стекло нанесено покрытие, понимаете? И все это покрытие сдулось. Ну, посмотрите, понимаете, видите? Да, то бишь, это никаких там больших денег это не стоит в природе своей. А потом, когда вам говорят, что привет на 100 лет, и вы можете эти очки купить за почти 900 рублей, 990 рублей, вы покупаете очки. Очки, да? Очки. Помните, да? Те самые очки, которые стоят 900 рублей. 900 рублей. Если вы внимательно смотрите, это точно такие же очки. Красота. Ну, все замечательно. Эти уже потерлись, эти там новенькие. Знаете, во сколько эти очки мне обошлись? Нет. Не в 200 рублей. И не в 100. 93 рубля. Алиэкспресс. То есть, ну, понятно, да? То есть, это такие же очки, они абсолютно точно такие же очки. Ребят, я все прекрасно понимаю, но такое уже часто случается, что как бы тебе сказать то, или как бы вам сказать то, товары с Алиэкспресса, вы же должны понимать, что вот, допустим, не стал я сейчас это дело вам показывать, но тема весьма интересная, да? Сколько стоит баночка кофе? Настоящего? Нескафай. Вы думаете, что какие-то она бешеные денег стоит? Нет. На бешеные деньги включают в себя пункт номер один. Упаковка, она будет разная. Иногда будет такая навороченная упаковка, которая стоит реально дороже, чем то, что там находится. Во-вторых, не надо забывать, что само Нескле, Нескафей, то есть, это огромный и очень крутой, фирменный. Там не надо говорить, что они лошары, они далеко не лошары, они все делают красиво. Если мы будем говорить про кофе, то кофе на Нескле мне больше всего нравится. Это однозначно. Но давайте все-таки переговорим, что в каждой крупиночке и зерночке включена реклама. А зная о том, что она у них очень серьезная и навороченная, и по всем основным каналам идет, это не дешевое удовольствие. То есть, вы еще переплачиваете за рекламу. Ну, понимаете, да, о чем идет речь? То бишь, реальная цена дешевле. Но это все реклама. А если все это дело убрать, то оказывается, что в принципе кофе, ну, как бы вам еще раз объясню, то есть и на кофе так же бабки зарабатываются, понимаете? То есть мы сделали что-то красивое, но кофе положили говеное, и получается, что если мы берем то самое кофе, нам-то хватит одной ложки, то в другом кофе, чтобы получить такой же качественный эффект, нам надо 3-4 ложки. И получается разница, это те же яйца. То есть вы заплатили деньги и не получили качество. Но качество есть, если вы положите больше ложек кофе. Вот и вся ситуация. И везде, и всюду это есть. То бишь, я вам уже объяснил, да? Не думайте, что реклама, возможно, реклама хороша, но если вы возьмете и все это дело вопьете в интернет, то в принципе вы сможете все это дело купить подешевле. Другой вариант. Когда я вам говорил и недавно показывал, что в принципе мы ничем не занимаемся по одной причине, потому что то ли у нас с головой сложности, то ли еще как. Ну это же не сложно. Берите то, что вам предлагает интернет, делайте это здесь, зарабатывайте нормальные бабки, 25 процентов. Это выхватит реально. Чем дешевле ваш товар будет, тем мне проще будет его доводить до людей. Ну ребят, ну как это можно? Ну как? Как это вообще можно? Это все бред. Реальный бред. Ну а чтобы мои глаза нормально читали, то есть я уже понял, о чем речь, я себе купил то же самое в интернете. Вот такие очки. Это не темные очки, далеко не темные очки, это просто очки с мелкими точками. Видите? Мелкие точки такие, да? То бишь, к сожалению, наше зрение теряет четкость, потому что зрачок, который у нас реально работает, почему я всем говорю, никогда не смотрите телевизор в машине, потому что вы это не сможете сделать по одной простой причине. Сама машина вам не дает возможность зрению отдохнуть. То есть вы видите, все перед вами колебается, да? Эта машина, она именно зрение напрягает, поверьте мне. Вы когда ездите, то зрачок именно, вы не понимаете, о чем речь, но так оно и есть, понимаете? То есть сам зрачок, сами мышцы, они устают. Устают, и потом называется уже дальнозоркость. У кого-то она может раньше находиться, у кого-то позже. Но в связи с тем, что мы немножко уменьшаем поток освещения той бишь. Я, надев эти очки, сейчас я просто объясню, я практически вот тут, ничего не вижу. Ну вот уже дальнозоркость. Надев вот эти очки, сейчас что-нибудь говорите, я вижу, что это брейтлинг на таком же расстоянии, хронометр, вижу свис, вот, и вижу все, что написано мелким почерком. Понимаете? Так не вижу, а так вижу, так не вижу, а так вижу, так не вижу, а так, ну вы понимаете, да? Это для тех, кто не хочет надевать очки. А? Наденьте очки и вы сразу потеряете свое зрение. Клевое тело. А то. Вот, открытые, нормальные очки, тоже стоят, ну реальные копейки. Дальше, то, что и чем мне нравится, вы можете себе также на Алиэкспресс взять различные часики. Красивые, ровные, такие же хорошие, заводящиеся. И по сути событий на, вот давайте все-таки определимся, да, то есть, у тех, у кого с деньгами все типа хорошо, они когда смотрят и говорят, вах, у него там такие часы, вот такие часы, они стоят 1300 рублей, но они практически одинаковые, ну вы понимаете, да? Ой, какое спасибо, когда у нас есть интернет, ой, какое спасибо, когда у нас есть мозги, ой, какое спасибо, когда мы вместе думаем, вместе работаем, вместе включаем наши мозги, это не сложно. Для этого что необходимо? Для этого необходимо просто посидеть, посмотреть. Потом, поняв, что вы такие же специалисты, как и я, ну, я не буду говорить, что я мега наворотник, а нет, я обыкновенно такой же человек, как и вы, нет, просто мое состояние, мои проекты и то, что я делаю, работает, исходя из грамотного соотношения. А грамотное соотношение это то, что нам давала коммунистическая партия Советского Союза. Экономия начинается с экономики. Экономия на себе, ты получаешь то, что хотел. Так вот, начинайте экономить на себе. Я так думаю. Ну, может быть, вы не такие, ну, думайте сами. Это моя точка зрения. С другой стороны, кто не хочет смотреть, может не смотреть. Я никого не принуждаю. Это моя точка зрения. Это моя точка зрения. Продолжение следует...